Магнитное поле может создаваться либо постоянными магнитами. 16 студентов из далекой страны Бангладеш уже сели за парты. Начали знакомство с атомной энергетикой они еще в Обнинске. Теперь здесь, в учебно-тренировочном центре. А следующий этап будет на тренажере и стажировка на самой атомной станции. Приезжают они на достаточно длительный период. Так, реализация проекта по АЭС РУПУР бенгальского, она займет период с текущего дня до примерно середины 2022 года. То есть группы и количество людей, которые будут приезжать, это 200 человек в год. Бангладеш – это страна бенгальских тигров и огней. Строительство атомной станции там только началось. Поэтому у студентов достаточно времени, чтобы освоить непростую и ответственную специальность атомщика. Отбор персонала для этих площадок идет очень тщательный. Люди с высоким не только IQ, но и с высоким уровнем, так сказать, мотивации. Поэтому они учатся очень тщательно, очень внимательно. Потому что для них это прекрасные стартовые позиции. Сейчас бенгальцы живут в гостинице «Зимняя вишня». А потом гостей поселят в жилом комплексе на улице Первомайской. И проучатся они здесь целый год. А кто и больше, в зависимости от выбранной специальности. Мы надеемся, что в конце обучения мы будем готовыми специалистами. Мы будем знать, что нам делать, чтобы работать на атомных станциях. К счастью, мы не столкнулись ни с какими трудностями. Хорошо, что коллеги из академии помогают нам. Обучение иностранцев в нашем городе выгодно и нам. Это и рабочие места, и деньги в местный бюджет. Жизнь Багладеша сильно отличается от российской. Климат, питание, религия, досуг. Со временем студенты привыкнут. А пока период адаптации. Люди приезжают с другой культурой. Наши культуры они не знают, поэтому могут совершать ошибки исключительно по незнанию. Поэтому просьба к жителям нашего города отнестись с пониманием, с вниманием, с русским радушием. Потому что это окупится. Я думаю, в ближайшее время станет достаточно заметно.